В Чебаркуле расстреливают бездомных собак прямо на глазах горожан. Жители утверждают, что животных убивают из огнестрельного оружия рядом со школой медицидами. Чебаркульцы обвиняют в этом службу по отлову собак. Ее уже подозревали в подобном скандале, расскажет Матвей Кондрашов. Улица Чебаркуля в крови. В сугробе погибает такса. Это видео нам прислали очевидцы. А вот прямо перед детским садом лежит мертвая собака. Местная жительница Людмила Шкуро рассказывает, животных расстреливают из огнестрельного оружия прямо на глазах у детей. Дети, дети стояли возле этой собаки, все ревели. Это миасовские живодеры творят. Они приезжают и убивают не просто собак, как их попало, они убивают породистых собак. Овчарок, такс, шарпеев. И вот просто пожелание чебаркульцам берегите своих животных, смотрите за ними внимательно. Жители Чебаркуля возмущены отстрелом собак в городе. Под миасскими живодерами горожане имеют в виду кампанию по отлову бездомных животных. Несколько месяцев назад местная администрация заключила с ней договор. Руководитель фирмы говорит на камеру, отказывается. Но по телефону сообщает, из автоматов и пистолетов его сотрудники не стреляют. Работают с помощью специальных дротиков со снотворным. Пуля дура, она если даже промахнулся, она может пройти сквозь собаку. Рикосед пойдет непонятно куда, на расстоянии 100 метров. То есть я не такой дурак, чтобы заниматься такой ерундой. Используется стандартный дротик, который мы закупаем, естественно имеются документы. Встречаться с журналистами Владимир Шабанов отказывается. Перестал давать интервью после скандального судебного процесса. Миасские зоозащитники обвинили его в том, что расстреливал животных прямо на глазах у детей и не убирал трупы. Миасский суд вынес Шабанову обвинительный приговор, но он оспорил решение в Челябинске. По телефону рассказал, что любят животных и тех, кто выживает после выстрела из дротика, забирает к себе в приют. Но чебаркульские зоозащитники в это не верят. Мы хотим поднять этот вопрос на уровне прокуратуры, нашей администрации. Чтобы они занялись проверками, на каком основании. То есть они не отлавливают животных, а просто их убивают на глазах у детей. В прокуратуре пока ни одного заявления от жителей Чебаркуля нет. Объясняют, если животных действительно отстреливают из огнестрельного оружия, то предприниматели нарушают закон. Любая стрельба из огнестрельного оружия в населенном пункте запрещена. Ну, за исключением применения оружия сотрудниками правоохранительных органов. А то отстрел собак запрещен, возможен только отлов собак, либо стрельба из оружия с усыпляющим веществом. А вот полицейские от проверки по факту отстрела животных отказались. Заявили, что это дело не в их компетенции. Матвей Кондрашов, Светлана Свечкарева, Мария Павлей, ОТВ Полную версию видео по скандалу с отстрелом собак можно найти и на нашем сайте 1обл.ру в разделе онлайн-тв.